Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня опять же у нас с вами мукбанг. Здесь три тоширака, три сосисочки и еще сверху здесь сыр, как я люблю, когда сыр вот такой вот плавленый. И не знаю, как он правильно называется, перчик, по-моему. Также приготовила сырный соус от Хайнс. Я его здесь распиарю просто. Начнем немножечко с воды. Давно вы просили у меня, чтобы я сняла именно лапшу. Очень вкусно. И также параллельно буду отвечать на интересные вопросы. У тебя была первая любовь? Конечно, мне кажется, у всех она была. Я училась в пятом классе. Его звали Руслан. Он был хулиганом. Сосиска еще горячая. Он был старше меня, и я просто смотрела на него и думала, что это любовь. Сейчас для меня любовь это немножко иначе. Я не понимаю невзаимную любовь. Я не понимаю, когда люди говорят друг другу, я люблю тебя, но ни разу друг друга не видели, например, по переписке. Ну, тогда я считала, что любовь это просто увидеть друг друга и понравиться. Все, любовь. Далее. Если бы в этой жизни ты не была бы блогером, кем бы ты была? У меня обязательно было бы хобби какое-то творческое. Я бы, наверное, занималась ноготочками, если бы вообще Ютуба бы не существовало. Не прям, знаете, мастер маникюра, нет. Ну, просто на любительском уровне занималась по этим. Там, не знаю, подругам. Сладкий. То есть это не тот перчик, который прям вот горит во рту. Есть ли люди у тебя на работе, которые смеются над твоим хобби? Конечно же, нет. Знаете, над тобой могут смеяться, когда у тебя 40 подписчиков. Когда ты занимаешься этим, например, хобби, и никто тебя не поддерживает. Когда у тебя куча комментариев, куча новых зрителей. Хорошие просмотры. Кто будет над вами смеяться? То есть это правда жизни. Какие вкусные сосиски, господи. Я специально купила российские. Самые вкусные сосиски и колбаски. Это российские. Вот как они это делают, а? Научите наших тоже. Очень вкусно. Были ли у тебя в детстве серьезные травмы? Я один раз очень сильно упала с лестницы. У нас был частный дом. Были большие такие ворота. На воротах всегда была лестница. Что я делала? Я поднималась по этой лестнице и типа смотрела на прохожих людей. Гениально, правда ли? И один раз как-то так получилось, что я очень сильно упала прям головой. У меня даже сейчас есть шрам на голове. Я прям запомнила этот момент. Я такая падала. Мама увидела меня и начала кричать, бежать в мою сторону. Но было поздно, я уже упала. Вообще, я в детстве очень часто падала. Даже папа прикалывался надо мной. Когда приходил с работы, говорил, Айка сегодня тоже упала? Она могла просто на ровном месте взять упасть. Здесь написали комментарий, который мне поднял настроение. Здесь написали, что напоминаешь мне Ри Ян из сериала «Ветреный». Но я копия, да, копия просто. Она же тоже сидит, ест на камеру. Как ты относишься к нацистам? Очень-очень плохо. У нас в Азербайджане вообще нету такого понятия, как нацизм. У нас здесь очень много русских. И к ним здесь замечательно относятся. То есть такого понятия, как нацизм, в Азербайджане вообще нету. У нас, например, сосед. Они переехали из Таджикистана и живут здесь. Говорят, что в Таджикистане не очень хорошие условия для жизни и так далее, жалуются. Но в любом случае, ко всем нациям в Азербайджане очень хорошо относятся. Это, наверное, самый лучший мукманг. Нет, самый лучший – это с суши. Ну, блин, реально вкусно очень. Далее. Хотела бы когда-нибудь подстричь коротко волосы. Нет. Я считаю, что женская красота как раз-таки и заключается в длинных красивых волосах. Я считаю, что у кого нету длинных волос, нужно их срочно наращивать или отращивать. Когда я была маленькой, было модно. Там, короткая стрижка и все такое. На мой взгляд, сейчас это не модно. Алька, давай мы будем писать тебе в директ истории из наших... Как вы думаете, кто мне звонит? Кто мне звонит? Да, дедка. Привет, как дела? Хорошо, ты как? Хорошо. Слушай, мама говорит, что у меня уже не еще. Я буду всем говорить в видео, что ты помидор зеленый. Я тебя буду есть. Слушай, с ними. Хочешь что-то подпередать с моим подписчиком? Да, передаю всем принесла. А не солнышки. Ты что ешь, слушаю? Нет. Увидишь в новом видео. Я не буду говорить, что я ем. Хорошо, ты передашь ко мне на слушай. Да, я приду к тебе. Здесь вопрос. Ты же говорила, что ты не любишь зелень. Как ты ее ешь? Последнее время у меня нету нелюбимой еды. Я люблю все. А с чем это связано? Я могу объяснить. Я смотрю мукбанкеров, и они, например, с таким аппетитом кушают. Вот этот красный перчик, по-моему, он так называется. С таким аппетитом один мукбанкер ел. Я говорю, все, я тоже хочу. Хотя я никогда его даже и не пробовала. Я уже люблю все. Для меня еда, это очень важно. Делала ли ты наращивание волос? Нет, никогда не делала. И реснички никогда не наращивала. Волосы почему не наращивала? Просто потому, что у меня всегда были и свои длинные волосы, и не было необходимости. И объем у меня хороший. То есть надобности не было. А вот реснички очень хочу нарастить. Надо найти хорошего специалиста в этой области. Если вы знаете в боку хорошего мастера по наращиванию ресниц, то пишите мне в директ, пожалуйста. Вот девочка всегда мне пишет очень интересный комментарий. Почему-то каждый раз я забываю. То есть так получается, что я их не читаю. Если бы ты знала, что будет апокалипсис, я это слово никак не могу выговорить. В общем, если бы ты знала, что будет конец света, что бы ты сделала? Я бы хорошенько поела для начала. Сняла бы для вас последний видос, попрощалась бы с вами. И последние минуты своей жизни провела бы со своими родными. С мамой, с папой. Вот. Как ты относишься к отношениям на расстоянии? Мне кажется, это очень тяжело. Я такой человек, мне кажется, я бы не смогла строить отношения на расстоянии. У меня никогда не было такого опыта. Но мне кажется, это для меня что-то из ряда фантастики. Потому что, если я не вижу человека, мне потихоньку становится на него все равно. Может, я сейчас так говорю, когда-нибудь у меня в жизни будет такой опыт, и я буду понимать, что отношения на расстоянии все-таки существуют. Но на данный момент, мне кажется, это что-то из... для меня неприемлемое. Вопрос называется, пицца или суши? Я люблю и пиццу, и суши, но в последнее время, если речь идет о горяченьких роллах, то суши. Вообще, я хочу одна снять суши, просто как сижу, ем, как вы думаете. Я понимаю, что суши становится все больше и больше на моем канале. Но это моя любимая еда. Мне хочется прям каждый день снимать суши. Если бы вы хотели увидеть такое видео на моем канале, пишите в комментариях. Что ты не любишь делать? Я не люблю очень гладить. Это меня раздражает. А мое любимое дело это... Это кушать. Разве есть что-то прекраснее приема пищи? Мы получаем такое удовольствие, особенно когда едим то, что мы любим. Привет, Айка, процветание твоему каналу. Спасибо вам большое. Ты сейчас на данный момент живешь одна? Нет, я живу со своей мамой. Что бы ты выбрала, убить себя или убить Фатю? Интересный вопрос. И дело тут не в Фате. Я бы вообще не смогла жить с мыслью о том, что я кого-то убила. Лучше бы я совершила самоубийство. Мне кажется, это такое угрызение совести. Не дай бог, конечно. А я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь. Для меня безумно приятно. А я вам желаю приятного аппетита, удачного дня. С вами была Айка Эмили. Всем пока.